О, как Клауса завалил. Вы посмотрите, как он врубил в поток. Видимо, там какая-то такая шняга. Я приготовился. Японский ты бог. Да, когда так, конечно, долбануло, тут даже можно не думать. Выключать мозг и просто включать инстинкты. Три дня назад выпал снег свежий. О, как я хорошо протянул. О, как я хорошо протянул. Как это? Мишка, я кончаю. Все это время, друзья, мы были с выпущенным мотором. Клаус летает вокруг нас. Снимает нас. Мы снимаем парапланы Клауса. Короче, под нами еще желтый самолет. В общем, в небе тесно, друзья. Какой-то рукодрол сплошной. Тесно в небе. Бедный параплан мы с Клаусом загоняли. Смотрите, два хищника. Два хищника. И он думает, и куда бедному крестьянину податься? Третий пришел. Мы, кстати, в каком спираль все будем вставать? Самолет стоит в правой. Мы с Клаусом в правой. А параплан в левой. Ну, перестроиться? Хватит ума. Или вредничать будет? А, смотри-ка, подстроил, перестроился. Молодец. Умничка! Зачет, друг! Эгей! Ну, и наборчик такой, будь здоров. Уходим под кромку. Надо быть в оба. На чеку сейчас, потому что, сами понимаете. Ну, это вот первый набор дня, друзья. И, судя по тому, что наборчик-то 4,3 метра в секунду мы набрали. Я так скажу и вам. Перспективка дня, будь здоров. Я сейчас немножко увеличиваю скорость, чтобы пройти рядышком с парапланом. Вот, смотрите на него. Красавчик. Так, вот самолет на желтенький. Клаус пошел на переход. Ну, и мы на переход. Есть, Клаус? Я follow you. Окей, go. Ну, друзья, вот как планер разгоняется. Догоняем и самолет, и планер. Сейчас попробуем все догнать. Вот впереди самолет, друзья. Мы имеем преимущество в скорости и равную высоту. С нашего аэродрома самолет, поэтому можно не бояться. Он стрелянный и пуганный. О, гляньте, как он пройдет рядышком сейчас. Иго, вы говорили, если вам планера не летают выше самолета. О, за счет избытков скорости мы его сейчас, как этого, уделали. Самолетик-то мы догоним. Он летит медленно. Это что-то вроде, как же его называют-то, который садится куда угодно. Вездеход, самолет-вездеход. Вот я его догоняю по дистанции, начинаю уходить. Но он явно не будет курс менять. Он гонится за Клаусом. И вот сейчас я его уменьшаю. Ну, смотрите-ка, я его опять достал по высоте. Как вы видите, все прекрасно. Сейчас попробуем сравняться по скорости. Сколько у него скорость-то? 150 у нас. 150 у нас, 120 у нас. Нет, 110. Ну, как медленно он летит-то? Я так не умею. Умею, умею. Ой. А вот это мне уже не нравится. Зачем он ко мне подворачивает? Ай-яй-яй. Я боюсь такого. О! Не хочу я к нему. Он же без снижения может идти. Мы-то без снижения на переходе вряд ли. Опять, смотрите. Параплан какой-то. Вот эти облачка периодически могут постреливать. Ну, мы дельфинчиком раз-раз-раз. И вот как сейчас. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Снизу, видите, наверху-то, понятно, снег, а снизу прогретый лес. Теплый такой. Пушистый елочки. Куда-то энергия с него должна одеваться, а она вот в эти облака одевается. О, как Клауса завалил-то. Вы посмотрите, как он врубил в поток. Видимо, там какая-то такая шняга. Я приготовился. Японский ты бог! Ух ты ж, ё! Да, вот хорошо, когда летит учитель. Я прямо у меня аж в глазах потемнело, как он жахнул. Спираль. Вот. Ну и мы успели завалить. В принципе, если бы не он, тоже бы успели, наверное. Но не так лихо. Вот. Прямо отлично. Вот. Да, когда так, конечно, долбануло, тут даже можно не думать. Выключать мозг и просто включать инстинкты. Заваливать. Пять метров у нас. Пятиметровый берем. Вот это та самая вкусняшка, которая имеет смысл даже, когда ты летишь под облачками всякими, остановиться. Выйти на хорошую высоту. И с чувством выполнено долго шпарить дальше километров на 20 быстрее. Сильная погода, друзья. Есть у нас перспективки, похоже, сегодня. Монблан, не Монблан. Ну, красоту вам пока покажу. Надо понимать, что просто очень красиво еще. Три дня назад выпал снег свежий. О, как я хорошо протянул. О, как я хорошо протянул. А-а-а. Как это? Мишка, я кончаю. Друзья, а что вам сказать? Когда ты ловишь вот такую штуку, то у тебя, ну, не знаю, как так поприличнее выразиться, что ты ощущаешь в этот момент. Прям вот тепло ему подает, можно сказать. Таким. Как можно так сказать? Да трясучки хорошо. Я Клаус обогнал. Как его время красиво притянул. Делает, я думаю, что крайний виток. Будем уходить. Что, высота 3 400. 3 400 метров, друзья, высота. На 400 метров больше, чем у нас было около озера. Так, надо увеличивать скорость, потому что... Да, Клаус вышел. Тут уже даже думать не надо, что делать, опять же. Одни инстинкты. До высокой скорости разогнался. Но что логично, после такого набора надо перестраивать немножечко тактику на 1 5-метровый. То и впереди перспективы такие же. Вот каблака висят сильные, крепкие, бочные. Вот прям по невидиме, что под ними все хорошо, друзья. Клаусу я нашел. И мало того, Моторфорн вам нашел. Вон он открылся впереди. Торчит наш тумблерончик. Вот он прям сейчас смотрится прекрасно. Вот это озеро, про которое я рассказывал, которое очень Клаус любит. Оно покрыто снегом, к сожалению. Но льдом в смысле. И оно не такое синее, как оно обычно. Я таким еще его ни разу не видел. Ну вот он, Моторфорчик. Он уже совсем близко к куле. Собственно, долететь до его склона не составляет вообще никакого труда. Только мы просто потеряем высоту и перестанем его нормально видеть. В таком ракурсе он, наверное, лучше всего сейчас смотрится. Красивый. Вот муха, которая разбилась в наш планер и помешает смотреть на Моторфорне. В спорте победить, это, конечно, цель. Манглан, это, конечно, цель. Но мы полетим туда, если это доставит нам удовольствие. Мы не будем делать это любой ценой. С вами была лекция о позитивном отношении к соревнованиям и жизни. Ну что, погнали дальше. Какие кадры. Какие кадры. Вот, друзья, высота 3,700. Смотрите, насколько в долине Аоста часто кромка выше. Предыдущие наборы были 3,600, не выше. А сейчас уже 3,700. Мы медленно и уверенно приближаемся к кромке облака. Еще 100 метров у нас, наверное, максимум есть возможность добрать. И поток закончится. Под нами какой-то еще планер несется. Снизу. Вы любуйтесь, любуйтесь мангланом. Это того стоит. Мы синхронно парой разгоняемся до 200. Друзья, успел чудом поменять камеру в батарейке. Ну, смотрите, я прохожу перевал. Посмотрите, как я его прохожу. Ну, так, аккуратительно я его прохожу. Еще бы на метров 50 ниже. И было бы это все очень мрачно. Ну, вот так вот переход проходить перевал не надо. Ну, а что делать? Ну, такая вот разница в высоте. Квалов по максимуму старался меня подтянуть. А сейчас все хорошо. Ну, если бы я сейчас не взял, то пришлось бы возвращаться. Там длинный проход, длинный вход. Ну, а сейчас видите облака. Вот это облако рабочее. Я сейчас у него долечу. Клаус долетит туда. И мы там выберемся. Уже к облакам. И дальше помчимся поглядом. Дальше все просто. Вот этот нюанс. Сколько перевал? 3-200 метров он был. Мы его прошли. Я это сделал, даже успел зазнять. Потому что я успел поменять камеру батарейки. То есть проходить перевал, менять камеру батарейки. Представляете? Смотреть за Клаусом. Вот когда так свистят. Офигенно. И суслик никого не трогает. Сидит в норке, греется. Пузико греет на солнышке. В этот момент овел прилетает. Только цап царапан его. И не просто хватает. То, что суслик жирный, орлу его не поднять. Он просто лапами тынь и в пропасть. Потому что суслики любят на краю пропасти домики строить. Ну, чтобы, знаете, так сидеть, любоваться на закат. Не знаю я, зачем они строятся. На краю. Но мы видели, как они сидят в заповеднике экран. Как они сидят реально около этих домиков. И как над ним эти орлы клубятся. Должен летать вокруг крыла. Я, соответственно, больше не смотрю туда. Потому что сил моих больше нет. Вы смотрите лучше. А я лечу через гору Уль, как бы мне было приказано. Сохраняя курс. И даже попадая в восходящие потоки. Вечером оказалось в вечернем солнце. Массовое. Видеосъемка. Как ощущение, что Клаус хочет приземлиться на меня. Больше всего Марья Ивановна бесится. Она говорит, там, 4 часа, планер, столько-то. Мы можем, конечно, с Клаусом поставить, что мы пара. Но это, в общем-то, когда уберет Марья Ивановна, но будет еще страшнее. Ну, на самом деле, повернуть, конечно, неплохо будет горя. Ажур. Ажур. Ну, а с другой стороны, на фоне горы. Какой кошмар. Не, я больше не буду смотреть. Мне кажется, Клаус забавляется. То есть, вот он реально скучно. Он слетал на Монблан сегодня, чувак, слетал на Монтерхорн. Причем не просто слетал, а провел с собой даблситер. Ну, мы сгоняли пары, и все классно. Я там терялся два раза. И теперь вот он решил, что этого очень мало. Для полного счастья, нужно еще погонять вокруг местного планера и поснимать эпические видео. Фух. Главное, что самое обидное, у нас высота не кончается. Он все летит, видите, но никто нигде никак не набирает. А у нас еще над аэродромом километр. Кстати, аэродром хоть справа уже радует. А мы в каком-то волшебном воздухе летим, нас придерживают. Покошелелуть боюсь я, друзья. Теперь вот так летает. И так летает вокруг, и сяк летает. Во. Ух, друзья, наконец-то! Вот это все и закончилось. Клаус разрешил зайти на посадку. Лев сайду. О, а, во. Ну, смотрите, Клаус помчался на посадку. И мы тоже с ним. Вот он первый приземлится, а мы за ним следующими. Фух, как же хорошо. Так, я выключил шасси. Да, в передней кабине шасси выходит с третьего раза. Мне очень приятненько. Идет, 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 красивенько. Во, красавчик. И мы. Шасси мы уже выпустили. Ну, доклад сделаем. Сейчас чуть подальше, повыше пройдем. Ну, все, Клаус зашел. Теперь мы. Немножечко подбросили. Ну, сейчас аккуратненько. Будем подлетать поближе с учетом того, что ветер боковой носит направо. Стаскает с полосы достаточно сильно. Оп. Чуть поближе. Нам еще рано касаться. Рано, 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 рано. Как неудобно в передней кабине. Ну, в смысле, удобно, но непривычно. Держим, 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 держим. И обратимся. Пытается стащить пропасть. Прикоется левая пенель пропасть. Вот таки не выдержу. What a day, what a day. Unbelievable. I had one time seven meters per second. I have only six. Погода бомба. Контент огонь. Ёжей! Субтитры сделал DimaTorzok